Всем привет! С вами Полина. Сегодня мы посмотрим, какие игрушки можно купить в фикс-прайсе. Мы приобрели коллекцию зверороботы. 51 рубль стоит одна такая упаковочка, в ней два робота. Поскольку я не особо разбираюсь в этих роботах, то я позвала Рому, чтобы он мне помог. Дело в том, что данный вид товара я еще помню с детства, наверное, с годов 2000-х. Были такие игрушки, которые носили название тоже зверороботы, и, собственно, все в них играли и все любили данную коллекцию. Но что я делаю в упор в интересе, это насколько будет детализирована фигурка и какого она будет качества. Упаковочка выглядит у нас вот таким вот образом. Это вид спереди. Здесь мы видим на лицевой стороне, собственно, изображение одного из роботов. Да, одна из четырех таких фигурок. Получается, одна из четырех фигурок может нам попасться. И на переднем фоне не обязательно та фигурка, которая лежит в пакете. На задней стороне... Там представлены те фигурки, которые могут оказаться в этой упаковке. Да. В этой зелье. Есть на задней стороне описание каждого из роботов. Допустим, звероробот, самура, свирепый воин клана, навыки самурая, спокоен и точен в ударах, рогач, разведчик, координатор клана, ситаловые рога, локатор и оружие для ближнего боя у него идет в комплекте. Также на задней стороне написано, что цвет фигурок оружия может отличаться от показанных на упаковке. Давайте с вами вскроем упаковочку и, собственно, посмотрим, что нас ждет внутри вот такого вот веселенького цветного ратушного пакетика. Вот у меня попался, я так понимаю, рогач и самура. У рогача должен быть пистолет, я так понимаю, вот это вот оружие, которое попалось. А, это из моего набора. Хотя тут такого ни у кого нету пистолета. Короче, оружие как-то рандомно они флагут, по-моему. То есть вот у этого Леона должна была быть какой-то нож-пила, он есть у него. А второй у меня слэш, у него ступодобная штука. В таком случае... А, это слэша штука. Просто... А у Леона тоже какой-то нож-пила, но тут какое-то оружие. У меня не получается, эти руки присоединены. Присоединены. Он что-то не заходит. Тут у Леона легко зашел. И вот как Леон сделан, мне нравится. Он такой достаточно прорисованный здесь. Прям мелкие-мелкие гитары. Хотя, допустим, на ногах тут такие шовчики выступают. Но они не мешают ему стоять. Получается, что у этого солдата... Плохо руки присоединены. Вот у Леона они встали, и они крутятся, и нормально, четко держатся. Еще, кстати, мы забыли сказать, что в каждой упаковке в комплекте идет вот такая вот... Портяночка-бумарочка с правилами для игры. Откроем все-таки еще. Да, вот это все распаковать, а потом прийти. Портяночка-бумарочка с правилами для игры. Каждой упаковке они разные, и получается, что на каждой упаковке изображен какой-то разный робот. Звероробот. Ну, единственное, чтоится, попадется в упаковку с нами одинаковую. Нет, в разных упаковках это одинаковые цвета, а эти-то разные сами. В разных, разного цвета упаковках не могут упасться одинаковые. Могут только если синюю-синю купить, тогда там могут упасться одинаковые. А вот эти четыре здесь точно все разные. Ну, кстати, остаются небольшие хвостики, их надо чем-то подрезать, наверное. Не тут. Я успел заметить, что у некоторых есть небольшие дефекты. Ну, собственно, по детализации особых каких-то замечаний нет. Единственное, да, как бы, вот такие вот остаются зазоринки всякие различные, и это как бы не очень хорошо. Хотя, с другой стороны, за две фигурки и за 55 рублей, или сколько там, 51 или 55, не знаю, достаточно неплохо, ну, неплохой результат получаем, вот. Да, я, кстати, тоже думала, что будет гораздо хуже, что она будет там как-то выглядеть ужасно, пахнуть, она нормально абсолютно, не пахнет ничем, и выглядит так вполне. И даже ручки двигаются. В общем, начинается игра, каждый ход ходит ровно один звероробот, которого выбирает тот, кто ими руководит. За один ход он может сходить на определенное количество шагов, которые выглядят на кубике. При этом один шаг – это примерно его рост, то есть 5 сантиметров. И совершить атаку. Но атаку можно совершить только с определенной дистанцией, которые указаны в таблице на обратной стороне правил. Мы для начала поставили их на расстоянии 10 шагов друг от друга, и сейчас мы просим кубик, кто из нас будет первый ходить. У меня 6. Значит, я хожу первым. Я, допустим, похожу вот этим вот серым роботом, потому что у него оружие дальнего боя, я хочу его вывести на дистанцию 6 минимально для стрельбы. Ну, что это он? А, у меня дистанция 5 для этого оружия минимальная. И чтобы он мог уже стрелять. Он уходит у меня на 6 ходов. Как мне везет с кубиком? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. То есть получается примерно на расстоянии 4 шагов от противника, и он уже сможет стрелять. Так, теперь я бросаю на атаку. Атака у нас 3 плюс 2, то есть 5. Он атакует силой 5 по комнате из бойцов, но у каждого бойца броня 6 единиц. Поскольку моя атака меньше, чем броня 6 единиц, то получается, что игрок будет жив. И игра продолжается. Теперь я делаю бросок, получается. Так, два. Вот так. Вот, создать ложь уже мы его атаковать. Он уже достаточно быстрый. Так, давайте попробуем атаковать. Что там у тебя за оружие? Какой-то маленький пистолет. Дистанция 3 должна быть. Дистанция минимальная, собреги, надо. 2. 2 плюс 3. 5. Тоже, вот, я за повеску живу. Сегодня у нас в отеле с вами серия игрушек звероопыты. Да. И даже провели небольшой бой. И, собственно, что хотелось бы сказать, что фигурки в комплекте очень качественные, имеют хорошую отрисовку, в принципе, за свои деньги. Я считаю, что идеальный вариант для любого ребенка. Единственное, что распределение по цветам фигурок достаточно странное. Оружие, которое идет в комплекте, является, получается, универсальным и одевается на любого бойца. Но дело в том, что шероховатости и некоторые недочеты в формах и изготовлении фигурок являются большим минусом. Потому что не каждая фигурка, не на каждую фигурку можно надеть любое оружие. Да, она падает, например, не стоит. Да, и, собственно, сама игра, сам бой происходит достаточно интересно и в традициях старых настольных игр. Мы хотели бы с вами попрощаться и порекомендовать вам, собственно, данное издание, данную коллекцию. Собрать ее, получается, не так-то и сложно. Собственно, для этого вам понадобится несколько раз сходить в магазин Fixed Price. Но единственное, что неудобно, то, что фигурки спрятаны в упаковках и не видно, какие попадутся внутри и какие цвета. Поэтому в этом может быть сложность собрать на полную коллекцию. Но я так понимаю, что если они будут попадаться даже одинаковые, то, вероятно, попадутся разные цвета. И если там вводить дополнительные правила, если реально играть в эти игры, и вводить дополнительные правила в зависимости от цвета, их урон, например, или их свойства какие-то, то это тоже добавит интереса. Всем удачи и до новых встреч на канале Игротека. Играйте вместе с нами. Счастливого! Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!